Привет, меня зовут Аделия, я преподаватель профильной математики в школе МСКОЛ. Молодец, что смотришь это видео, потому что именно здесь мы разберем реальную задачу с ЕГЭ 12 типа 2022 года и также проведем розыгрыш мастер-группы NEO февраля. Но перед тем, как начать, я предлагаю и рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там мы как раз подведем 31 января итоги розыгрыша, ну и также там есть очень много полезностей, например, закрепленных сообщений, чек-листы или даже курс по тригонометрии с нуля. Особенно если ты пока в ней не разбираешься или сильно ее забыл, то это точно для тебя. Ну а вообще, кто я такая и что я тут делаю? Меня зовут Аделия, я преподаватель профильной математики в школе МСКОЛ, уже пятый год преподаю, а сама выпустила более 4000 учеников на сегодняшний день, многие из которых сдали ЕГЭ на хорошие баллы. И даже ребята, которые думали, что они вообще, в принципе, им не светит тот или иной балл, сдали на тот балл, о котором они и не мечтали. Сама я окончила уже два вуза на красный диплом КФУ МГПО, являюсь магистром педагогических наук, то есть имею прям профильное образование, поэтому сижу здесь с вами и рассказываю о математике. По поводу розыгрыша. Все расскажу в конце этого видео, поэтому обязательно досмотри до конца. Ну а пока, я думаю, стоит порешать двенадцатую задачу, чтобы тоже на ЕГЭ ее сделать, да, и, конечно же, быть уверенным. Итак, вообще в ЕГЭ существует несколько периодов, да, то есть это досрочная волна, основная волна и резервная волна. Ну так вот, в одну из них попалась вот такая задача. Здесь нужно было в пункте А решить как бы такое смешанное уравнение, то есть, как мы видим, и тригонометрия есть, и при этом есть показательная, да, функция, то есть как бы 4 в какой-то степени, где функция зависит от х. Ну а в пункте В, когда мы решим пункт А, нужно было отобрать корни на определенном отрезке. Итак, пишем двенадцатую задачу под пунктом А, 4 в степени синус х плюс 4 в степени синус, и тут лучше запишем π плюс х, равно 5 вторых. Что, во-первых, любит тригонометрию, любит, когда у нее одинаковые углы или одинаковая функция, лучше и то, и другое. Сейчас как раз у нас здесь х, а тут π плюс х. Многие увидят как раз формулу приведения, да, которую можно привести к какому-то более простому виду. Кто-то учил таблицу в школе, а кто-то пользовался правилом через окружность. Еще между собой мы это правило называем правилом лошадки. Во многих школах, кстати, его тоже проходит. Итак, вначале определяем, где находится данный угол. Он находится здесь, то есть, да, это π. И в этот момент мы типа спрашиваем у лошади, лошадь, скажи, пожалуйста, функция меняет свое название, когда мы уйдем от этого угла, да, и она рассмотрит сюда или сюда, она говорит нет. То есть, поэтому здесь остается синус х. Если бы этот угол был π на 2 или 3π на 2 или 5π на 2, да, то тогда бы лошадь кивала головой вверх-вниз, да, типа говорила, тогда бы мы поменяли на косинус х. Ну то вот, здесь остается синус х. И второе действие мы определяем знак. Каким образом? Мы смотрим, где этот угол находится и какой знак имеет исходная функция в этом уголке. То есть π плюс х мы идем вот сюда, да, почему? Потому что у нас вообще в положительном направлении по окружности мы всегда идем от нуля против часовой стрелки. Здесь мы оказываемся в третьей четверти, и наша исходная функция синус в ней имеет отрицательный знак, то есть будет минус синус х. Тогда перепишем 4 в степени синус х плюс 4 в степени минус синус х равно 5 вторых. Что тут имеем? Видим сейчас здесь отрицательную степень. Давайте ее превратим, ну что-то типа, в положительную, да, то есть запишем как обратное число. Тогда мы сможем, наверное, сделать замену, и будет уже все намного проще. То есть 4 в степени синус х плюс единица, деленная на 4 в степени синус х равно 5 вторых. Делаем тогда замену. t, пусть t равно 4 в степени синус х, и видим, что у нас тогда t будет строго больше нуля. Почему? Потому что любая показательная функция в любой своей собственной степени, да, она никогда не будет равна ни нулю, ни какому-то отрицательному числу. Итак, теперь записываем t плюс единица, деленная на t равно 5 вторых. Приводим к общему знаменателю левую часть, получаем t в квадрате плюс 1 мы делим на t равно 5 вторых. Ну и тут, наверное, крест-накрест можно перемножить, потому что у нас в знаменателе t не должна быть равна нулю. А по, учитывая то, что это показательная функция у нас, да, то она действительно не будет равна нулю. Тогда получаем t в квадрате плюс 1 умножить на 2. Это будет 2t в квадрате плюс 2 равно 5t. Все переносим в левую часть. 2t в квадрате минус 5t плюс 2 равно 0. И видим сейчас квадратное уравнение. Так как здесь оно не приведенное, я рекомендую, конечно, решать через дискриминат. То есть здесь получаем минус 5 в квадрате, это 25, минус 4 умножить на 2 умножить на 2. Итого здесь получаем 25 минус 16, это будет у нас 9. Прекрасно получилось дискриминат, потому что корень из 9 это 3. Тогда найдем корни t, да, это еще не ответ, не забываем наше уравнение, то есть будет 5. Плюс-минус корень из 9 это 3. Делим на 2 умножить на 2, это 4. Тогда 5 плюс 3, это будет 8. Делим на 4, это 2. 5 минус 3, это 2 делено на 4, это 1 вторая. То есть мы получили оба корня, которые больше нуля. Ну и тогда мы можем с вами записать их и сделать обратную замену. То есть t равно 2, t равно 1 второй, обратная замена это 4 в степени синус х равно 2, и 4 в степени синус х равно 1 второй. Итак, видим сейчас разные основания, лучше, точнее, правильно привести к одному. То есть и таким образом по правилу решения показательного уравнения решить эти два простейших уравнения. Итак, 4 мы знаем, что это 2 в квадрате. И еще как бы за скобками синус х по свойствам степеней это будет 2 в степени 2 умножить на синус х равно 2 в первой степени. А тут 2 в степени 2 синус х равно, и 1 вторая это 2 в минус первой. Опускаем наши основания, да, потому что показатели степени при одинаковых основаниях тоже будут равны в таких уравнениях. Тогда имеем 2 синус х равно 1, делим на 2, получаем синус х равно 1 второй, и тут 2 синус х равно минус 1, значит синус х равен минус 1 второй. Теперь нужно решить два данных простейших тригонометрических уравнения. Многие их записывают через вот эту формулу страшненькую. Минус 1 в степени k, там арк синус 1 второй, плюс pk, бла-бла-бла. Но, ребят, я не советую пользоваться этой формулой, потому что можно какие-то корни забыть потом в пункте b. Я советую посмотреть на окружности, какие это будут корни, то есть как бы графически решить, а потом их, возможно, как-то объединить и записать в ответ. То есть по тригонометрической окружности определяем, какие у нас будут х, когда синус равен 1 второй минус 1 второй. Так, если синус х равен 1 второй, это ось синусов, не забываем, то мы получаем два уголка по окружности, да, ребят, как мы понимаем, нужно хорошо все-таки знать окружность, π на 6 и 5π на 6. А минус 1 вторая мы получаем два просто противоположных этим углам. Минус π на 6 и минус 5π на 6. Сейчас начинается самое интересное. Нужно ли эти все четыре корни по отдельности писать? Можно. И каждому из них прибавлять полный круг, да, плюс 2π, потому что если вы запишите каждый отдельный, каждый повторяется через, вот как покажу сейчас, полный круг. Ну, а можно увидеть закономерность, то есть, например, π на 6 и минус 5π на 6 между собой повторяются через полкруга. То есть мы можем записать х равно π на 6 плюс и полкруга, это будет у нас π, да, то есть π это 180 градусов, k это число вот этих оборотов, то есть полкругов, которые мы будем делать. Мы их можем делать бесконечное количество раз и таким образом попадать в эти две точки. И аналогичная ситуация с минус π на 6. Если мы прибавим плюс π, то мы будем оказываться в точке 5π на 6. То есть того мы можем записать плюс-минус π на 6 плюс π, где k принадлежит множеству целых чисел. Ребят, если этот момент вы не до конца поняли, на самом деле, может быть, какие-то и другие моменты из тригонометрии, или не все так гладко, то я вам советую точно записаться ко мне в мастер-группу, потому что именно в феврале мы это очень подробно разбираем на полугодовом потоке с нуля. Ну а пока продолжим и рассмотрим пункт b, где мы будем отбирать корни, которые мы получили в пункте а на вот этом отрезке. То есть этот отрезок у нас положительный, больших сложностей возникнуть не должно. То есть 5π на 2 до 4π я буду решать с помощью тригонометрической окружности. С помощью нее можно решать на ЕГЭ, ребят, это все стереотипы и мифы, что типа нельзя. Главное решать правильно, то есть правильно оформить пункт b. Так как я оформлять сейчас буду на слайде, это будет правильно. Мы, во-первых, чертим окружность. Можно обозначить оси. Это косинус и синус. Можно их не обозначать. В принципе, за это баллы не снижают, это точно. А все остальное надо обязательно сделать. Дальше отмечаем этот отрезок. Вначале найдем, где находится 5π на 2. Это 0. Это 1π на 2. 2π на 2. 3π на 2. 4π на 2. Вот здесь находится 5π на 2. И идем в положительное направление от этой точки, да, против часовой стрелки. Это будет 6π на 2. 7π на 2. И вот оно 8π на 2. Это и есть как раз 4π. Прекрасно. Дальше мы должны отметить корни, которые получили в пункте А. Всего мы видим, что их 4. Вот здесь один, один здесь, другой тут и четвертый вот тут. Но видим, что первый корень у нас не входит в отрезок, потому что этого отрезка у нас нет в первой четверти. Поэтому данный корень мы не рассматриваем. Мы смотрим на этот корень. Можем его обозначить как х1. И правильно его обозначать либо за х1, либо сразу писать его значение на окружности. Раз мы пока значения не знаем, обозначаем за х. Это х2, а это х3. И теперь найдем каждый из этих корней на этом отрезке. Конечно, эта точка уже не будет в минус π на 6, потому что мы находимся в положительном отрезке. И находим ее следующим образом. Можно отсчитывать от 4π и как бы вниз. Потому что внутри находится вот этого отрезка. То есть 4π. Раз мы идем вниз, то есть по часовой стрелке это будет минус. И здесь надо понять, какое мы расстояние проходим, чтобы попасть в эту точку. Мы проходим расстояние 30 градусов. То есть π на 6. А почему? Потому что все эти точки относительно вот этой вот, да, горизонтальной оси, они находились как бы на расстоянии 30 градусов. π на 6 это 30 градусов. И мы видим, что так происходит и тут, и тут, и тут, и тут. Вот поэтому здесь получаем минус π на 6, приводим к общему знаменателю. А 24π минус π это будет 23π деленное на 6. Это первый корень пункта b. Второй корень мы можем найти относительно вот этой точки 3π. Это было 5π на 2, это будет 6π на 2, то есть 3π. Когда мы идем от нее вниз, но в нашем случае это против часовой стрелки, мы, значит, идем в плюс. То есть будет 3π плюс такое же расстояние π на 6. И пока далеко не ушли, сразу можем найти х3. Это будет 3π минус π на 6, потому что в этот момент мы от данной точки идем по часовой стрелке. Теперь также приводим к общему знаменателю. Тут 6, тут 6. 18π плюс π это 19π на 6. Ну, а тут, соответственно, 17π на 6. В этой задаче, ребят, так как это вторая часть, проверяет эксперты, очень важно записывать ответ. А начали отдельно под пунктом а. Плюс-минус π на 6 плюс πк, где k принадлежит множеству целых чисел. Это тоже важно писать, да, иначе у нас не получится. Вот это из закономерности четырех точек. И под пунктом b можно все в порядке возрастания, можно не в порядке возрастания. То есть 17π на 6 за это балл не снижает. 19π на 6 и 23π на 6. Вот так прекрасно мы с вами решили задачу под номером 12. И после обучения в мастер-группе это будет делать еще проще. Потому что именно на полугодовом потоке мы разбираем тригонометрию с нуля. То есть это будет теория по тригонометрии, также практика по задачам первой части, практика по тригонометрическим уравнениям. Это как раз 12-й вот эти задачи. И даже будет практика по сложным и смешанным тригонометрическим уравнениям, которые, возможно, мы еще даже в моей мастер-группе за прошлые полугодия не проходили. Так как я, ребята, нацелена на то, чтобы вы действительно сдали ЕГЭ на хороший балл. И хочу с вами разобрать максимальное количество типов, при этом, чтобы для вас, для каждого это все было понятно. Те ребята, которые прекрасно поняли решение данного примера, вам точно ко мне в годовой поток. Потому что именно здесь мы разбираем параметры с нуля. Какие-то вебинары будут в записи, какие-то онлайн. И также будет как раз тригонометрия. То есть мы будем вспоминать эти 12-й задачи, но если она вам не нужна, у вас так с ней все хорошо, вы можете даже эти вебинары не смотреть. И только прокачиваться по параметрам. Где домашка будет проверяться кураторами, со всем оформлением, да, по критериям ЕГЭ. И вы эти параметры сможете затащить. То есть видите, как круто сейчас мастер-группа Нео, это не просто как бы подготовка общая. Она на самом деле содержит индивидуальную траекторию обучения. То есть для тех, кто не понимает какие-то вещи из первой части, какие-то основные темы, которые нужны в ЕГЭ по профильной математике. Вы можете записаться на полугодовой поток, то есть это повторение, углубление программы с нуля. А ребята, которые уже понимают, что происходит, да, в первой части и владеет ей хорошо, вы можете как раз записаться на годовой поток, там идти стремительно к своим 90 плюс баллам, потому что у вас уже есть хорошая база. То есть в итоге мастер-группа Нео это подготовка к ЕГЭ на высокий балл, на каком бы сейчас вы уровне не были, всего за 4 месяца. Конечно, ребята, это не может не радовать, потому что именно сейчас я разыгрываю не только мастер-группу Нео Февраля со мной, но и также 50% скидку на мастер-группу Нео Февраля. То есть итого я выберу два победителя, которые получат вот такие от меня крутые призы. Но для того, чтобы их получить, нужно, конечно, выполнить определенные условия. Во-первых, обязательно быть подписанным на данный YouTube-канал, это будет проверяться. Во-вторых, оставить комментарий, из которых я буду выбирать победителей, почему хотите обучаться со мной или куда хотите поступить, и, конечно, оставить ваш ник в Телеграм, для того, чтобы мы потом с вами связались. Ребят, если вы не оставите ник, я с вами не свяжусь и отдам этот приз кому-то другому. Вот, поэтому ник мы обязательно свой оставляем. Как я буду определять победителя? Я, ребят, буду определять рандомно, то есть не тот, кто больше всего хочет в мастер-группу, меньше всего хочет в мастер-группу, это, как говорится, уже не мне судить, да? То есть будет выбираться победитель рандомно, и кому-то действительно перепадет удача. Я думаю, это будешь именно ты. Если ты действительно хочешь обучаться со мной, хочешь прокачать свои знания и понимаешь, что где-то у тебя есть пробелы, а именно с мастер-группы ты их закроешь, и потом на ЕГЭ ты выдашься на максимум, то, я думаю, именно ты сможешь победить. Ну и также быть подписанным обязательно на мой Телеграм-канал. А теперь по Мечерцам Садели, если что, ссылочка есть в описании под видео, потому что именно там я озвучу победителей 31 января, которых выберу вот таким образом из комментариев рандомно. Ну и если уже сейчас вы хотите готовиться к ЕГЭ, понимаете, что это процесс не самый простой. Хотите взять ответственность за свою подготовку, и, в принципе, вам понятна работа в мастер-группе, да? Или, наоборот, есть какие-то вопросы вы хотели бы уточнить, то скорее пишите в сообщении группы кодовое слово «НЕО», для того, чтобы узнать подробности и забронировать за собой место. 31 января подведу итоги розыгрыша. Ребят, если кто-то вдруг не победит, мы не отчаиваемся. Мы просто также будем еще заниматься и здесь на Ютубе, да, по каким-то роликам, которые здесь будут выходить, также в моей мастер-группе. Обязательно пишите кодовое слово «НЕО», чтобы узнать подробнее о ней, и уже сегодня начать свою подготовку и свой путь к высоким баллам. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Оставляйте комментарии, чтобы участвовать в розыгрыше. До встречи.